Когда мне было 15 лет, и я копил на новенький мобед Пацаны, тачка за 14 тысяч. Прикольно, чисто тапочку. Всем привет, гайз! Вы вновь на канале Seek'n Low, и это очередная серия русского ресейла. Грандин вот уже который месяц нам не дает заниматься нашим любимым делом, поэтому, чтобы был хоть какой-то движ. А вам было что посмотреть, мы решили охватить и другой сегмент ведер. А что из этого получилось, смотрите далее. Ну а если этот карантин вам также осточертел, то скорее жмите лайк с авансом, и приятного вам просмотра. Гайз, произошла покупка лютого ведра. Но так как оно лютое, то и ценник тоже будет не менее лютым. В общем, пока я пытаюсь найти для вас что-то годное, совершенно случайно сплыл вот этот вот вариант. Его приобрел я всего лишь за 14 тысяч рублей. Она на ходу, это десятка 98-го года, карбюраторная, с тысячью владельцами, с запретом на 2 500, но тем не менее она стоит на учете, и на полном условном ходу. Я вот буквально только успел ее перегнать из одного двора в другой, и она уже обоссалась. Да-да, не удивляйтесь. Поэтому с района я уезжать не рискнул. За 20 тысяч, но я по-быстренькому сторговался и взял ее за 14. Продал мне ее какой-то гость из ближнего зарубежья, который, кстати, неплохо говорил по-русски. Но что мы имеем за эти 14 тысяч рублей? Посмотрите, отсюда-то она пушечно выглядит, да? Но есть один жирный нюанс помимо запрета. Вот все бы ничего. Внешне она очень даже неплоха. Вы не поверите, здесь даже есть какой-то антикор. Все ясно. Героин, барихуана, крэп. То есть когда-то человек заморочился, надеялся, что она не сгниет. Но, увы. Сгнило не там, где планировалось. Это она без других нюансов не обходится. Для того, чтобы попасть в машину, надо сплясать танец с бубном. Супер здесь, и здесь не открывается. Капотик у нас тоже такой пошатный, но с целыми упорами, которые даже держат этот капот. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. На борту карбюраторный восьмикул. Так, накидываем клея. На удивление, даже есть стаканы на борту. Нихуя себе! Вот такая у нас здесь боковая поддержка русская. Сделана на саморезах и бревнах. Подсосик. Оп. Ключ на старт. Завязывается. Почти. Не удалось. Меньше подсоса. Так. Ну, к лучшему себе, конечно же, тоже нет. Здесь такое интересное дизайнерское решение. Недолго музыка играла. Недолго Фрайр танцевал. Ну, собственно, она работает, и пес с ним. Кулиса тоже какая-то, хрен пойми, как работающая. Вялый такой. Рученик, к сожалению, нет. И опять доски. Что такое, я даже не знаю. Я здесь не рылся нигде. Не, не стоит. Деньги я нигде здесь не найду. Кто-то еще до меня совсем недавно наварился, я смотрю. А это бизнес, ну. Такие вот дизайнерские изыски. Кстати, у нас даже открывается багажник. Опа. Здрасте. Пустая. Требят карбон. Ну и больше. Ну и ни хера здесь, если нет. Даже запаску уже завезли, пацаны. Булины, смотри. Когда-то здесь была музыка. Да, пацаны, это труба. В прямом смысле этого слова. Ох. Как-то нигде здесь не закреплено. То есть, если сильно газ нажать, то будет подъем с переворотом. Писы настолько фатальные, что... Вот так вот. Да. Класс. Это справа. Так, а сзади у нас еще... Дверь открывается. Днища полностью отсутствует. Никакая гидроизоляция в виде ковриков, мне кажется, ей не поможет. Опа. И здесь у меня рука пролазит. Салон, песня, кузов, пушка. А так... Черт. В какой-нибудь деревне еще походит, мне кажется. Либо я слишком плохого мнения о деревнях. А водительская у нас на такой же системе держится. С помощью говна и палок. По вот этой вот луже можно понять, что она успела обоссаться, пока я сюда догнал. Выставил ее за 20 тысяч и сейчас уже ждем первого покупателя. Я думаю, он же ее и заберет. Все, пацаны. Чирик уехал. За 19 тысяч. Кошмар. Что за аппарат? Десятка слилась за 19 тысяч. Буквально через 5 часов после размещения объявления. Все, что я сделал с ней, это перегнал в соседний двор, куда за время следования она успела вскипеть и обоссаться. Про кнопку включения вентилятора я тогда еще не знал. Ни один из дефектов этой гнилухи мной не скрывался. Но самое интересное, уже на следующий день машина висела за 28 тысяч. Ничего личного, просто бизнес. Спустя некоторое время на одной из досок сплыла четверка 90-го года. На белых совках, в очень интересном, необычном голубом цвете. И всего за 40 тысяч. Владельец в лучших традициях описал машину как близкую к идеальной. И, конечно же, без гнили. Но, периодно. Вы, наверное, догадались, что все было не совсем так. Че пацаны там? Опа! Че? Тоже гниль. Да ладно. Это я заливал, блядь. Прокладка под дону тоже мокрая. Я поменял уже. Да, я играю на крашеную. Крашеная? Ну, здесь видно, что она крашеная, наматывая все. Ну, и вот тут видно, что крашеная, смотри. Ну, вот видишь, тут даже откраска. Вот это звук. Свечка Надо бы Капешная Капешная почему-то Это сурик, не? Только в одном месте Ну да, значит это не сурик Это что? Это багажник, это кропка Автоматический? Да Скорее всего в жопу приезжали Потому что крыло вареное Вот смотри, точка Ой, такой кайфовый суморез Это не завод И вот здесь вот замазано Во, 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 смотри Точка, вообще волокючка Ну как видите Смотри Прикольно, чисто тапочком Видно по этой резинке То, что здесь все типа с напылом Ну и вот здесь шелушится краска уже Машину когда берешь, у вас надо брать Точно О, прита, я тебя знаю А вот ими, ребят, я взял специальные резиночки На багажник, чтобы было, бля Удобно, бля Ну вам это нахуй не надо Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю И ничего не жду А здесь стекло, я так понимаю, не опускается, да? Да, тут она отпала, эта хуйня там внутри Стеклоподъемник весь? А тут вопрос, цены только встает На 40 я дам, боже Вот у нас вид-то вообще охуительный Ты за меня, придурка, не держи В общем, ничего нового Слышь, ну за нее же совсем зарядили, ебать не крось Пацаны, вы че, бля, это торговаться еще будет? Ну, бля, ну это пиздец просто Честно, это вообще отратная машина И даже садки тут роли вообще никто не играет Была бы она хотя бы в родной краске Лонжероны и усилители Дядь, ну реально, это вообще 40, бля С мотором, ты правда Не пойму, почему там такая серная машина Ну я тебе говорю, потому что Эта дверь мененная, скорее всего Ага Ну это вообще отратительно Я ее взял Она у меня ела, блядь У нас литвы не доступна не хватало У меня воздушная заслонка До такой степени за кресло У меня твои истории просто доебали уже Я уже не могу их слушать Одна история охуительней, другой просто Чего он делал? Молотком Сделал, чтобы ее открыть Ну все, смазался, заебись Собакет, я сто лет таких не видел уже Прям сизый такой А вот газоните сейчас Ага Ну вот, чуть-чуть полянулось В общем, масло она поджирает Я ж не буду ее под шоком Я идти груза, полкинки я ее брал Все новые расходники, че вы покупаете? А я все понимаю, ну, блядь, жалко Ну, мне надо чуть-чуть, блядь Не, ну тогда, если вы приедете в такой политике Вы можете либо ее оставить все, чтобы она сгнила Либо скинуть сапогу Да она не сгниет, блядь Если, блядь, за столько лет она не сгнила Она не сгнила Ну, уже это начала делать И очень даже неплохо Ну вот с таким мотором даже Блядь, ну ты все, блядь, ну приебали с тобой Батя, согласны? Да ты че, смеешься? Да ты, блядь, дубы рухнул Ну все? Да, как сказали типчики, которые подошли Это мотор ебанутый вообще Вы хоть напишите вот после этого в описании, что пол подгнил Не, не, лучше усилите лонжерон и гнил ее Тогда вы ее точно не продадите Это со спокойным лицом так вот, блядь Две-три тысячи, максовски Что, блядь? Вообще, блядь Она еще и закипела Не слышали ли что? Да такой буль-буль-буль Да, да Че пацаны скажете по поводу четверки? Приехали мы, значит, радостные, думали, машины, музей, как всегда В итоге машина оказалась сваренной жопой, с конченным движком Ну там лежит в натуре песни, почему? Да, подъездили местные ценители классики и оценили эту машину в 67 тысяч А как они оценили в 67 тысяч? Вела предложила им цену в 67 тысяч и они этого придерживали Доска объявления, реклама у нас еще не заказывала Товарищ не согласился торговаться и мы отказались от этой затеи Обидно, что мы проехали 2,5 часа из Москвы Мало того, что кузов оказался полнейшим шлаком Так там еще и оказался полумертвый мотор Машина полностью крашена Очень ужасно крашена Вся краска, в которую перекрашили, выцвела Начала облупляться А хозяин начал залупаться Казалось то, что днище у машины такое себе Касательно лонжеронов и усилителей Они в обоих сторонах изменили А взял он ее сам? Взял он ее за 50 тысяч, поменял радиатор Да она вообще, да я на ней доски буду возить Пусть дальше возят доски А мы поедем домой плакать подушку Гайс, нельзя не упомянуть нашего традиционного партнера Которому можно доверить поиск запчастей на своего коня Йолсан одна из крупнейших сетей магазинов автозапчастей Представленная более чем двумя стами офисами по всей нашей необъятной В арсенале которой как интуитивный сайт, так и не менее удобное приложение Где вы всегда можете заказать запчасти для своего железного друга А также бесплатно разместить объявления о продаже своих запчастей или даже машины Ну а если вы не знаете, какие запчасти нужны именно вам То всегда есть возможность проконсультироваться со специалистом С помощью встроенного в сайт или приложения чата Проходите по ссылке в описании, используя вот этот вот промокод И получите свою персональную скидку на любую покупку Ну шо, гай, спустя несколько непродуктивных осмотров Я нашел еще одно везерко Вот оно стоит прямо за моей спиной ВАЗ-2105 2007 года с родным пробегом в 49 тысяч Вы сейчас думаете, что я ее взял где-то тысяч за 70-80? Да, такова ее рыночная цена Однако взял же я ее всего лишь за 43 тысячи Казалось бы, почему так дешево? На самом деле нюансов более чем предостаточно Дело в том, что машину я взял в очень своеобразном состоянии Ибо владелец был какой-то очень сказочный персонаж Интерес персонажа заключается в том, что он имеет какой-то неимоверный уровень раздолбайства Во-первых, когда происходил осмотр, он был бухой И он сел за руль А, то есть первый раз водку пил? Естественно За полгода владения этим тачаном он всячески пытался ее ушатать Он умудрился потерять каким-то макаром ПТС Сейчас мне придется его восстанавливать Также он вписался в дерево, тем самым убив крыло, фару, подровняв бампер Самое интересное, что он пытался как-то исправить эту ситуацию Вот видно точки споттера Как он мне пояснил, все делалось по туториалам в ютубе Я просто поплопаю Можно понять, у него это особо не получилось Также все лакокрасочное покрытие пребывает в каком-то непонятном матовом налете Я надеюсь, сюда никто не ссал Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? Сломано зеркало Работает водический стеклоподъемник Стояло какое-то непонятное треугольное зеркало В салоне царит царский уровень свинства Повсюду торчат какие-то культяпки акустических проводов Динамику он забрал Оставил мне какой-то один слабенький из системы 5.1 Без колхоза у нас также не обошлось Поставил какой-то мультилог Чтобы не угнали его замечательную пятерочку Было включение вентилятора на отдельную кнопку Объяснил он это тем, что, мол, ну спорт же Че, ебанутое, что ли? Магнитолу закреплять было так же лень Здесь кто-то свои непотребства выражал в виде маркера И, конечно же, на ней успели попрыгать Прошлый владелец, если ты когда-нибудь увидишь этот видос То знай, ты сказочный персонаж Усосать до такого состояния машину всего за каких-то полгода Это прямо вот надо иметь скилл Под капотом вот так вот расположен короб воздушного фильтра И так как тачка гоняла по деревне Грязь присутствует в абсолютно каждом укромном уголке этой шашлайчки Несмотря на все эти нюансы, грязь и колхоз Парни, вы даже себе не представляете В каком отличном состоянии находится техническая сторона Ну а кум дохуй, да Вчера, когда я ее гнал на район Она ехала 140 км в час Просто спокойно Могла набирать больше Боже мой! Да всем насрать! Но самое главное, под ним только порогом можно понять В каком охренительном состоянии кузов Здесь нет нигде гнили Посмотрите, как тут закрываются двери Валя отсюда, блин! Ать! Так как это седьмой год, то на борту, конечно же, мы имеем уже инжектор, а не крабиратор Здесь в багажнике даже осталась заводская этикетка, парни Да, присутствуют по заднему фарту какие-то жучки, которые уже подкрашивались и шпаклевались Но в целом, тачка пуля У машины действительно честный пробег Она в охренительном техническом состоянии Прошлый владелец пытался ее угандошить в течение полугода А до него был мужик лет 50, который с машиной обращался очень трепетно Здесь идеально переключаются абсолютно все передачи Ничего не вылетает Без всяких хрустов Щетка Рулевом отсутствуют люфты Тормоза тормозят Честно говоря, я даже не припомню, чтобы у меня была настолько живая, конечно же, в техническом плане, жига Поэтому сейчас щетки с губками в руки Отмываю все, что только здесь можно отмыть Восстанавливаю ПТС Кстати, с этим придется немножко погеморроиться И на продажу Ну а пока я восстанавливаю ПТС на свой пятак Обязательно делитесь своим мнением о серии в комментариях А также не забывайте проверять, поставлен ли лайк Подписаны ли вы на наш канал И нажаты ли бубенцы Чтобы вы не пропустили следующие видосы Также не забывайте подписываться на наши соцсети Где мы иногда делимся инсайтами по следующим сериям А на сегодня это все До следующего ресейла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok